Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер. Сейчас 7.08, наверное, один из самых ранних моих залазов. Дело в том, что мы всю ночь ехали в этот город, и ехали-ехали, и наконец-то приехали. В общем, слева от меня сейчас находится один достаточно крупный, и когда-то был крутой завод. Мы сейчас обходим по периметру территорию, и найдем более-менее такое удачное место, чтобы можно было залезть. Видите, такой забор вот тут, если, короче, сейчас будем лезть, там, если есть колючка, мы ее не увидим. Да и вообще, наверное, назад здесь будет неудобно перелазить. Хотелось бы найти такое место, чтобы туда, знаете, можно было и залезть, и вылезть в случае чего. В общем, что могу сказать про это место? Место, говорят, крутое, говорят, есть охрана. Я не удивлен, что оно есть, потому что территория реально большая. Было бы удивительно, чтобы такая, ну, вроде как не разграбленная территория была бы без охраны. Нашли более-менее удачное место, стояли тут минут пять, наверное, здесь через дорогу, мусоровозка. Мусор забирало, забрали они мусор, решили все-таки без лишних глаз это делать. Ну что, они уехали, шухера вроде нету, погнали. Мы перелезли в забор, и было слышно какой-то лай собак. Мы решили отсидеться немножко, чтобы собаки от нас ушли. И пока мы ждали, я играл в свою любимую игру State of Survival. State of Survival – стратегическая мобильная игра, где твой герой должен выжить в условиях зомби-апокалипсиса. Мне нравится эта игра тем, что здесь увлекательные внутриигровые события, за которые можно получать награды. Развивайте свое поселение, общайся и вступай в альянсы, сражайся против врагов, есть битвы с зомби. Сражаясь против огромных наплывов зомби, ты сможешь защитить свою базу, снять стресс и убежать от проблем. Очень нравится, что играть можно в любое время и в любом месте, а главное – это абсолютно бесплатно. Игра имеет увлекательный сценарий развития, яркие ощущения и скрытые секреты. Выбирай различные стратегии и тактики игры и найди тот сценарий, который позволит тебе увеличить свое поселение. Найди скрытые секреты и разгадай тайны увлекательного приключения на выживание. В игре вы можете приобрести навыки по выживанию в условиях всемирного апокалипсиса. Например, как построение своего поселения, строительство базы, сбор материалов, охота, кормление и так далее. Используй мой код в описании, чтобы получить стартер-пакет с двумя тысячами биокапсул и с одним редким героем Расти. Этот пакет поможет тебе построить поселение быстрее и даст тебе хорошее количество ресурсов для начала игры. Этот бонус действует для новых игроков и его количество ограничено. Так что переходи по ссылке в описании, скачивай игру и получи первым свой стартер-пакет. Короче, ребята, зашли мы в тупик и было принято такое необычное немножко решение. Залезть на крышу вот этого гаража и с него попытаться попасть внутрь вот этого здания. Денис уже залез на крышу этого гаража, я иду следом за ним. Итак, ребята, немножко разведывали территорию. Я тут прогулялся во все стороны по крыше. Видимо, ждет нас на этом заводе очень сложный квест. Постоянно что-то где-то перекрыто, что-то закрыто, где-то забор с колючкой, где-то еще что-то. В общем, нашли куда идти. Не знаем, куда эта дорога нас приведет, но сейчас операция румынский спецназ. Ну что, ребята, первый этап миссии румынский спецназ выполнен. Идемте дальше, посмотрим, куда нас приведет эта дорога. Смотри, веток накидали, сука. Если бы мы сюда и залазили, тут веток накидали. Так. Все, ребята, дальше неизведанная тропа. Я думаю, туда успеем. Пошли сперва в здание, попробуем попасть. Идем, ребята, вдоль здания. Думаем, смотрим, как сюда можно внутрь попасть. Как видите, состояние достаточно еще хорошее. Практически все окна целые. И это проблема. Короче, ребята, нашли такой залаз. Кто-то его когда-то делал. Кто-то когда-то его замуровал. А мы его сейчас просто откроем и залезем внутрь. Ну что, ребята, в принципе, я внутри. 17,8. Я еще так рано никогда на залаз не приходил. В общем, ребята, зашли в какую-то комнату. Здесь какие-то электрошкафчики, как будто серверная какая-то. Здесь просто какие-то шкафы. Они, в принципе, внутри пустые. Здесь вот, кстати, какие-то лампы накаливания, как будто. В старых телевизорах только побольше. Видим, валяется замок. Судя по всему, петля давно сломана. И вот дверь. Если ее немножко тронуть, если ее немножко тронуть, она открывается. Я так понимаю. Боже, с ума с другой доской будет придавлено. В общем, ребята, дверь вроде шевелится, но с той стороны она чем-то прижата. Кажется, если мы сейчас ее толкнем посильнее, то что-то упадет и будет шумно. Еще давай. Шумно. Давай, низко. Низко. Ближе ко мне. Давай, давай, давай. Короче, ребята, все двери закрыты. Осталось только под потолком через дырочку залазить. Так, все, тут, в принципе, твой тух и столько видно. На фонарь. Сейчас, секунду. В общем, ребята, смотрите. Здесь такой трап стоит. И за него двери не открывались. Короче, смотри. Вот этот трап лежал вот так, короче, и подпирался через вот эту бочку к стенке снизу. Не, вот этот спокон открывается. Не очень. Видишь, ты цепля? Мы ее тоже не открыли. Она тоже трапом подперта была снизу. Ну что, ребята, мы уже, в принципе, троем внутри. Мне достался такой эпичненький залаз. Пацаны просто двери открыл. Короче, коридор вот этот очень длинный. Сейчас давайте куда-то с вами пройдемся и что-то найдем интересное, надеюсь, и посмотрим. Здесь, кстати, смотрите. Тут и дверь вообще заварена. А здесь тоже кто-то что-то ломал, выковыривал. Короче, видимо, мы далеко не первые, кто сюда пытался попасть. Но это неудивительно. Завод ведь уже, наверное, лет 10 заброшен стоит. Я поглянулся к пацанам спиной. Они очень удивились моей спине. Давайте посмотрим, что там. Я только вижу облако дыма, а то какая у меня грязная спина, я уже увижу, наверное, на монтаже, ребята. Закрытая, ребята, дверь. Наверное, лезть туда не будем. И ломать ее тоже, потому что мы ничего не ломаем. По бокам двери заколочены гвоздями. Что одна, что вторая. Идемте выше, а то, мне кажется, здесь все заколочено. Кстати, я уже могу посмотреть, какой я чистый. Да, кто-то психанул серьезно. Ой, нажумел немножко. Ну что, ребята, первое, куда удалось попасть, это вот такой вот туалет с закрытыми писсуарами. И здесь мы видим, что уже некоторые кабинеты открыты. Ух ты. Да, сохран прикольный. Компьютер еще, смотри, монитор, вернее. Телефоны. Посвечения. Интересно, чье это посвечения. Зажилка нерабочая. А что на календаре? Тринцовая неделя. Девяносто пятый год. Телефонные справочники, раньше, смотрите, какие были. Я так понимаю, это внутренняя какая-то линия была. Да, и внутри завода какие-то номера, телефоны. Но несмотря на то, что календарь за девяносто пятый год, я обладаю информацией, что еще в двухтысячных это место продолжало понемножку работать. Вот, кстати, спасите сюда. Две тысячи девятый год еще, видите? Все-таки они девяносто пятый. Ух ты, смотрите, ребята, печатная машинка. Блин, так пальцы можно поломать. Или оно не нажимается без бумаги, наверное. Не, оно там в розетку включается. А, оно еще и в розетку включается. Я думал, так просто берешься и это печатаешь. Короче, еще вот такой, ребята, кабинетик. Давайте пороемся немножко в документах. Посмотрим, чем завод жил. Какие-то записи, скоба. Еще что-то, видимо, какой-то журнал. Кому что выдавали. Материальный инструмент. Так, в принципе, мы видим, ребята, здесь папок таких очень много. Давайте это на место положим. Я не вижу смысла во всех рыться. Смотрите, ребята, что за окном. За окном стоит старая заброшенная Волга. Ну, не супер старая, конечно, такие уже там в двухтысячных ездили. И вон там, не знаю, будет ли вам видно, еще одна есть. И там еще УАЗик стоит. Ну, короче, здесь некачественное стекло. Оно, наверное, искажает. Плохо видно. Если не ошибаюсь, называется Кульман. Прикольная штука. Типа чертежная доска. Ух ты. Это козлотрон такой. Как? Козлотрон. Козлотрон? А что такое, что он козлит? Что-то ложишь туда, а здесь перебиваешь. Это типа сканер. Он древний. Это можно сказать, карандашный принтер, который графики рисует. Я понял. Так, здесь уже более-менее современный принтер. Кстати, смотрите, какой широкий. Какие-то микросхемы. Это типа на старых компьютерах, так писали с программы. Видишь, это программатор стоит. Вот, смотрите, ребята, такая штука. Программатор. А это память. Да, это флешка того времени. Ну, это уже какой-то кабинет попроще, потому что он большой, и здесь много столов. Обычно всякие важные чуваки сидят в отдельных кабинетах. Так, ну, здесь уже ничего не интересно, разве что вот такая вот шахматная доска и счеты. Это, кстати, древний калькулятор. Еще мы показывали древнюю флешку. У нас просто сегодня древний какой-то выпуск. Считаем монетизацию. Кстати, ребята, о монетизации. Прошлый видос мой YouTube сразу же дал, я не знаю, за что, желтый значок. И там не было монетизации. И потом, короче, когда он уже основные просмотры набрал, а желтый значок очень плохо влияет на продвижение видеоролика, я на нем заработал всего лишь 4 доллара. Я приехал сюда, в другой город, я целую ночь не спал. Сейчас снимаем видео и назад будем ехать. И я знаю, что YouTube на этом ролике точно отключит монетизацию, если он на том отключил. Просто поддержите меня лайком. Просто для того, чтобы я хотя бы увидел, что вот вы ставите лайки, пишите комментарии, и мне стало приятно. Потому что, скорее всего, с этого ролика я ничего не заработаю. У меня только расходы там, расходы на поездку, хоть они небольшие, но, короче, в последнее время что-то с YouTube печаленько в плане дохода стало. А тут, кстати, корпоратив какой-то. Корпоративчик какой-то? Да. На канале поближе, так, в камеру. Надеюсь, пацаны, девчата, вам что-то видно там. Короче, что, лайкайте видос, пишите комменты. Я буду вам за это очень благодарен. Пиши, 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 пиши. Какая тетенька? Иди сюда. Вот оттуда пошла сюда, в это здание. Можно за вашим входом? Да. Блин, а мы в подвале лестницу на место не поставили, не лестницу, а тут под домом. Сейчас может повернуться в нашу сторону. А, может, таки не будет. Может, телефон оставить. Нет, ушла. Сейчас уже. Есть предположение, что прям под нами примерно где-то находится КПП, потому что мы, когда делали обход территории, именно на этом лаяли собаки. Мы пришли в край этого здания, и это тот самый угол. И здесь опять лаят собаки. Что это снимается? Да нахер мне твоя тетенька. Я уже ее поснимал. Короче, и собак сюда кто-то приходит кормить. Как раз утро 8.15, наверное, кто-то заступил на смену, но пришел собачек покормить. Короче, надо выбираться с этого здания, потому что почти все кабинеты заколочены, и идти в какие-то рабочие цеха, потому что там еще, насколько мне известно, сохранились какие-то станки, оборудование и так далее, и тому подобное. Иду, это будет куда интереснее, нежели ходить по кабинетам и смотреть, что же здесь сохранилось. В общем, ребята, хотели мы уходить. И смотрите, что обнаружили. Одна петля, она просто висит. То есть, если потянуть дверь... Закрыто. Закрыто все равно, блин. Я думаю, ее можно когда открыть. Открылась, ура. Ну что, ребята, заходим в цех номер 9. Смотрите, ребята, вот такой вот автомат с газированной водой. Советский. Короче, сюда бросаешь монету, жмешь, там выпадает сдача, выбираешь, какую воду пить. Да, вот сюда выпадает сдача. Ну и тут, короче, мыли стаканы. А здесь ставили. Я уже таких автоматов практически не застал. Они единичные случаи были. Ну вот такой вот мойка храненых стаканов. Была, когда квас продавали. То есть сейчас продают квас в основном в пластиковых стаканчиках. Раньше было, что эти подают стеклянные, ты стоишь в зебочке пьешь, отдаешь его продавщица, она его моет, и потом в следующем туда же наливает. Короче, что, очередная дверь. Надеюсь, она открыта. Да, она открыта. Да, есть чьи-то. Ну, понятное дело, периодически здесь кто-то ходит, наверное. Учитывая, что кто-то сломал замок, и охрана этого еще не заметила, потому что здесь все жестко запилено, то, ну, как бы логично, что здесь недавно кто-то был. Что там? Шестиклянные. Шприцы и всякие. Штишки, ну, еще что-то стеклянные. Так, какой-то, не знаю, типа лаборатория, блин, даже не знаю, как это правильно назвать. Столики такие, может какая-то мини-мастерская. Кстати, смотрите, ребята, достаточно чисто все. То есть, видно, что здесь люди бывают крайне редко. Вот, смотрите, какой я грязный. Давайте посмотрю себе на спину. Ух ты, какой я грязный. Так, что у нас здесь в шкафчиках есть? Куча каких-то гаечек, какие-то релюшки или транзисторы. Хрен его знает, как оно называется. А я в электронике не особо понимаю, как будто какой-то двигатель или что это. Наверное, один из самых крутых заброшенных объектов, где я был. То есть, ну, видите, чисто под ногами все убрано. И мы после себя точно так же все оставим. Мы не будем мусорить, не будем ничего ломать. Хотелось бы, чтобы это место так сохранилось. Но, знаете, есть такая традиция, если я куда-то приезжаю, то в ближайшее время охрана не может спать спокойно. И все, короче, превращается, становится другим. И запиливаются все залазы. Так что это, я никого ни к чему не призываю, ребята. Но, если, короче, вы чего-то хотите, то надо действовать быстро. Потому что, ну, тут долго ждать не получится. Я думаю, вы поняли, о чем я. Но я никого ни к чему не призываю. Так, Денис меня зовет в эту комнату. Говорит, нашел какие-то лазеры. Вот этот лазер. Отсюда лучи идет. Ух ты, и куда им светили? В лечебных сяких использований. В лечебных целях, Денис говорит, использовали. Короче, я думаю, они еще рабочие. Удивительно, что их никто не вынес. Какая-то чекушка валяется. Честно, с охрана классный. Очень хорошо, что никакой Федя Иванов еще тут ничего не повыносил. Денис говорит, аж рука не поднимается, что-то ломать. Я вообще вот не понимаю людей, которые в подобных местах делают какой-то дестрой. Все же места были раньше в подобном состоянии, а может быть даже и лучше. Ладно. В цех мы еще так и не зашли. Идемте посмотрим, что там было в самом цеху. Ну что, пойдем сразу с первой комнаты. Кстати, видно, что свежая открывалась. Видишь, с той стороны? Так. Еще какая-то лаба. Тут уже сложно так сразу сказать, чем занимались. Как будто бы холодильник такой. Скорее всего, это он и есть. Это не холодильник, это мошенник и печень. А что они делали? Короче, сюда что-то ложили, там в больницах стерилизуют, всякая херня. Я помню, там типа высокая температура или же? Да, это холодильник. Но какой-то он специфический. Тут, короче, какой-то блок управления такой сверху. Необычный. У меня дома был советский холодильник. Как аромат. Но таких приколясов там не было. Да, я вижу, вижу, что тут что-то это. Замудренный он. Вот такая вытяжка, короче, серьезная. Видимо, что-то тут хорошее такое делали. Было даже опасно, наверное, дышать. Поэтому такую вытяжку вольнули. А в этом шкафу, ребята, какие-то химреагенты стоят. И вон какое-то бухло. Или тут тоже хим... На бухло больше похоже. Так. Ну что, закрываем, ребята, двери. И двигаемся дальше. Комната за комнатой. Видите, ребята, стоило кому-то взломать одну лишь дверь. И сразу, куда только доступ не открывается. Так, ну тут интересного ничего нету. Я думаю, сразу можно выходить отсюда. Смотрите, ребята. Советский электрозамок. Но сейчас он, видимо, не работает. Давайте зайдем посмотрим. Да, вижу. Может, она сейчас работает или нет? Все может быть. Если что за нами, быстро придут. Так. Ну тут какие-то станочки стоят такие. И вообще даже не могу представить, что этим станком делали. Вот еще, ребята. Какой-то станочек стоит такой непонятный. Что в нем делали. Не похоже там ни на фрезер, ни на сверлильный станок. Непонятно. Кстати, какое-то стекло. Можно туда внутрь смотреть. Возможно, там какие-то процессы происходили. И вот так мастер мог подойти и смотреть туда. Да, очень круто все выглядит. Краска, видите, облупилась, как страшно. Ну, это типичная картина для заброшек. Смотрите, ребята, какие разъемы нашли. Если не ошибаюсь, это серебро. Здесь куча каких-то резисторов. Вон резистор написано даже. Короче, целая коробка их есть. Вот еще. Вот так вот все. В один момент работало, работало, стало и пропадает. Вот так вот хаотично брошены рабочие места. Все разбросано. Вот, кстати, как раньше, ребята, выглядели. Диски. Ну, сейчас, наверное, уже люди забывают, что такое диски. Но когда-то были вот такие дискеты. Да, там внутри такой круглый, типа пленка, диск. И ты вот так дискету вставляешь в компьютер. Она там вот эту штуку отодвигает. И считывала информацию. Сколько было? 8 мегабайт, да, вроде? Или в килобайтах там даже информация была. То есть иногда бывало, что какие-то, знаете, древние игры компьютерные. Нужно было несколько дискет, чтобы установить ее на компьютер. Вот такие были времена. А сейчас, например, у меня вот этой камере стоит такая микро-SD карточка. Микро-микро. И там 128 гигабайт. О, кстати, смотрите, какую колбу нашли. С бензином. С бензином, я думал, с чьими-то анализами. Стоит, ребята, такая печка. Тут закрыто, к сожалению. Может, сейчас ключик найдем, сможем открыть. Смотрите, сколько здесь стеклопакетов стоит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я уверен, это не простое какое-то стекло. Это какое-то лютое стекло. Такая вот себе печечка. Кстати, ребята, смотрите, как когда-то выглядели мышки. То есть, ну, сейчас все мышки лазерные. Раньше были шариковые. Да, я вижу. Раньше вот так можно было открутить, и там был шарик. Вот видите, там есть такие валики, три штучки. Вот, исходя от того, куда шарик крутится, те валики задавали какое-то направление. И компьютер видел, куда курсор движется. В компьютерных клубах в начале нулевых стояли постоянно шариковые мышки. Но многие люди просто себе на память собирали такие шарики. У некоторых там трехлитровая банка могла дома быть. И потом администраторы клубов поняли, что лазерную мышку, которая стоит дороже, выгоднее покупать, потому что их не нужно так часто обновлять. Ну, и как бы все, настала эра лазерных мышек. И такие шариковые мышки навсегда пропали. Бросаем туда-обратно шарик и закручиваем. Хотя эта мышка уже никому не надо, можно было бы себе на память взять. Но ничего воровать не будем. Денис открыл уже печку. Куча ключей каких-то. Можно их, кстати, взять с собой по этажам ходить, примерять. Куча барахла, но вообще, как бы, да, выглядит, как будто печка была просто. Ее загрузили всякими запчастями. Не, ну, когда, наверное, грузили, это было что-то ценное. Ну да, вообще, было ценное, наверное. Я тут пока сам что-то рассматриваю. Пацаны, меня в разные стороны зовут. Кто-то что-то прикольное видит. Смотрите, какой Артем нашел сундук. И в нем какой-то очень ценный скипетр. Техно, что там написано? Технологический. Технологический. Короче, лохшон не написано, технологический. Выглядит прикольно. Выглядит прикольно. Обычно в заброшках, ребята, когда ходишь по этажам, ну, смотришь, все комнаты какие-то типичные, одинаковые. И ты там, ну, особо не всматриваешься ни в что. А здесь реально заходишь в каждую комнату. И в каждой комнате что-то новое видишь. И хочется проводить много времени. Мы, кстати, уже на этом заводе достаточно много времени. Хотя мы только, грубо говоря, зашли в одно крыло. Смотрите, вот такой шприц нашел. Янис, стеклянный шприц еще в упаковке нашел. Какая радиолампа интересная. Ничего себе. Смотрите, пацаны-девчата. Для чего стеклянные шприцы использовались? Не брать. Что-то было в стеклянных, их по 148 раз кололи. А, то есть мыли и кололи. Стерилизовали. Вот такой вот шприц. Короче, ребята, я не знаю, как Артем загуглил вот эту лампу. Смотрите, эта лампа называется. Вот, кстати, вам увеличу фотку, чтобы вы видели. Это точно такая же лампа. Лампа дейтеревая. Цена 1300 гривен. Чтобы вы понимали, ребята, это 50 долларов. Я вообще в шоке, как такие вещи здесь до сих пор лежат. Хотя собака какая-то на улице бегает. Не буду близко подходить. Хотя обычно, знаете, когда люди сюда приходят, там есть такие, как мы просто посмотреть, ничего не ломают, ничего не берут. Есть такие, которые там приходят с целью наживы. И, как правило, они просто там банально украдут батареи. Всю цветную проводку какую-то. Какие-то цветные металлы. И просто за копейки это сдадут. Вот, какие-то действительно ценные вещи не заметят. Хотя тут им и платиновых сеточек много находили. Короче, много чего здесь есть. Но это никакой не призыв, ребята. Учтите, что это строго наказывается. Ворвать вообще это плохо. Так что, смотрите, ребята, какой-то шприц нашли такой. Попытался его разобрать. Но, понимаю, надо обратно собирать. Закручиваем обратно. И смотрите. Многоразовый шприц. Так, я так понимаю, это не под кожу вводилось, а куда-то. То есть, вот так он там кололся. И тут такой счетчик есть. Сколько раз он использовался. Максимальное значение, кстати, 200. Вот, смотрите, сейчас накручу. Все, 200 дальше не крутится. 200 раз можно было такой шприц использовать. Короче, кто знает, из того всего, что мы показывали вам, что это, для чего это, пишите в комментарии. Будет, на самом деле, очень интересно и мне, и моим зрителям почитать. И вот еще какой-то шприц, непонятно, то ли инсулиновый, то ли адреналиновый. Кстати, в памке адреналиновый похожий, да? Только там еще такие ушки торчат. Короче, ладно, в этой комнате, как нигде, долго мы были. Здесь очень много чего классного было. Закись азота? Серьезно? Кстати, да, закись азота. Кстати, пацаны, кто-то может себе там в Ланус или в Жил какую-то кинуть. Только надо с руководством завода договориться, чтобы они вам продали этот баллон. Ну что, ребята, двигаемся дальше. Здесь, как нигде, еще раз повторюсь, долго были. Очень интересная была комната или мастерская. Так за нами еще тут никто не идет. Смотрите, ребята, какой интересный кабинет. Заходишь, здесь какая-то камера, и потом только туда заходишь. Возможно, там какая-то своя атмосфера была. И для выравнивания давления сделали такую, типа, камеру. Здесь, я так понимаю, за каждым столиком сидел какой-то рабочий, выполнял какой-то процесс. У каждого тут вытяжка такая была, вон, видите. Ну, кроме столов, я так понимаю, здесь ничего не осталось. Давайте какие-то шухляды займем. Нет, шухляды все пустые, ничего нету. Думаю, здесь можно не задерживаться. Смотрите, ребята, эта комната чуть ли не единственная. Но пока что единственная, которую мы нашли, она раньше была заколочена гвоздями. Вот мне, кстати, нравятся всякие такие склянки, банки, пробирки. Я бы даже себе такую взял, но это будет некрасиво и очень опасно. Вот за такую склянку дадут, блин, 10 год тюрьмы. Без права, короче, на это досрочный. Вы поняли, короче. О, еще одна закисть из зота, смотри. И пропал сразу. И пропал. О, вот это вообще какой-то древний монитор, походу. Это прямо еще, наверное, 90-е либо 80-е. А вот, кстати, mp3-плеер. Сейчас уже, наверное, некоторая молодежь, там, поколение тиктокеров, не знаю даже, что такое mp3-плеер, потому что он уже там у всех в телефонах есть. А некоторые двери, ребята, закрыты. Вот еще одна закрыта. Я уже дергал ее, специально вернулся, чтобы вам показать. Интересно, что за этими дверьми без улыбок не входить. То есть убираем вот этот ящик. Улыбаемся и машем, и заходим. Всем привет. А вот, кстати, сразу можно попасть в ту закрытую комнату, в которую мы дергали. Вот, кстати, кто-то тут винишко пил. Мускат. Да тут вообще веселая комната. Реально без улыбок не заходить. Там винишко. Тут горилочка. Щедрого вам 2008 уроку. То есть в 2008 году здесь еще по идее, как работали люди. Как вы поняли, ребята, очередной кабинет. Куча вот таких вот станков. Это типа такой, как будто фрезер. На фрезер похоже, да? То какой-то он необычный немножко. Это намоточный станок. Короче, ребята, попытался открыть сейф. Не открывается, но сверху лежал ключ. Знаете, с вами сейчас проверим. Логично он лежит вот тут сверху или нет? Я, короче, заглянул туда внутрь. Вообще нелогично он тут лежит. Это, короче, там другой формы ключ. Вот это просто крылышко бабочки. Оно туда вообще не влазит. Смотрите, ребята, какой штуцер, друцер вытащен. Вот еще. Короче, куча всяких причиндалов тут лежит. Вот, смотрите, тоже что-то такое. Подписано какая-то маркировочка. А с вот этой стороны какой-то такой лютый-лютый архив. Возможно, со всего этажа. Вот, кстати, тоже куча шухлят. Давайте посмотрим, что в них. Ничего себе тяжелая шухлятка. По-твою медь. Даже не знаю, что это. Реально тяжелая. Вот это. Непонятно, что это. Ну, это, короче, был человек, который знал, что где лежит. И, наверное, что-то где-то выдавал. А здесь, наверное, какой-то учет ввелся. Того, что где лежит. Давайте посмотрим в одной папочке, что тут. Документация какая-то. Все, ложим ее на место. Видите, уже что-то ценное повыковыривали. Но далеко не все. Да, кстати, вот следы. Смотрите, кто-то. Клац, клац, клац. И наверх туда лазил. Непонятно, с какой целью. Может, в вентиляцию залезли. По вентиляции, как знаете, в американских фильмах. Меня, кстати, всегда удивляло, как там всякие воры, шпионы, бандиты, либо спецслужбы залазят и тихонько-тихонько по вентиляции крадутся. Ведь на практике это будет настолько шумно. Оно все там будет гудеть, прогибаться, издавать такие звуки. Но как-то в кино получается это делать все тихонько. Стенд обкатки транспортера. Ух ты, банка средин запечатана. Она уже вздулась, кстати, я вижу. Давайте, ребята, посмотрим, какой это год. А, на банках это так пишется вроде. Не видно. И тут не видно. Но она реально вздулась. Пацаны предлагают ее открыть. Чтобы вы понимали, ей лет 10 должно быть. Хоть не будем открывать. Она сейчас брызнет, мне кажется, если мы ее откроем, потому что она вздулась. Еще не дай брызгать. О, опять колбочки. Кирпичи просто там лежат. Вот такая-то очень лютая печка, да? Да. Надо теперь тихонько ее закрыть, обрад. Видимо, есть салазы еще где-то с этой стороны. Потому что, вот тут есть такая решетка. Ее кто-то выломал. А с той стороны было приставлено все вот этими шкафчиками. И там очень хитро сделана система. Прикол в чем, если ее толкнуть с этой стороны туда, то разобьется стекло. Что-то упадет и будет очень много хрохота. И если охрана хочет, чтобы здесь было много хрохота, возможно, где-то тут снизу может тоже присутствовать. Поэтому продолжаем себя вести тихо. Я вообще не знаю, сколько здесь охраны. Может, много, может, мало. По привычке себя веду везде, очень аккуратно. Видимо, уже не раз кто-то ломался из двери. Возможно, даже не один раз. Или нет? Чтобы вы, ребята, понимали, тот этаж, где мы были, назывался в цех номер 9. То есть, как минимум, есть еще 8. Как максимум, непонятно сколько. Но этот этаж не очень похож на то, что здесь что-то производилось. Смотри, какой инструмент. Там ручка с этой стороны, по идее, была. Сабельная пила, она лоховая. Там ручка, походу, была, да. Это же офигенная штука. Кстати, смотрите, стоит еще системник и монитор. Део. Это почти как Део Ланус. Какие-то работники. Фотки старые. Еще, наверное, даже где-то 90-е. На нулевые не похожи. Нулевые уже как-то люди по-другому чуть-чуть одевались. И фотки цветными были. О, советская звездочка. Говорят, открыть невозможно, но возможно. Сам начальник инструментального цеха. И вот на хвост забито. Нет, забито. Не будем шуметь. Не будем шуметь. Что-то там у начальника, видимо. Ценная хранится в кабинете. Тоже хвостик. На хвостик. Так, здесь вузек. Этих окон мы очень сильно можем политься. Возможно, присесть надо немножко. Осторожность она, ребята. Лишней никогда не будет. Итак, ребята. Инструментальный цех номер 8. Помоги, пожалуйста. Ты камеру одну руку держу. Это как-то идиот. Это, видимо, продумано, чтобы с той стороны не могли открыть. Мы когда обошли систему и открываем с этой стороны. Знаете, ребята, что больше всего жалко? Это то, что все цеха мы не обойдем. То есть мы нашли девятый, нашли восьмой. Если мы пороемся, мы теоретически можем все найти. И не факт, конечно, что мы все попадем. Но теоретически можно попасть. Просто нужно искать обходные пути. Но, честно, ребята, я не справлюсь за сегодняшний день. Очень обидно, что после моего визита сюда уже будет бесполезно лично мне возвращаться. Потому что я хоть не говорил, как этот завод называется, где он находится. Но многие и так поймут, догадаются. И здесь просто будет капец какой поток сталкеров. Смотрите, ребята, какой пресс огромезнейший. Интересно, сколько тонн такой может раздавить. Как ты думаешь? Там сейчас написано должно быть. Да, здесь уже более, знаете, такой станочный цех. Если там еще что-то собирали. Какие-то там реактивы были. Ну, кстати, телефон. Так я никуда звонить не буду. Тут замочек висит. Но он открытый. Открытый замок. Аккуратно, только дверь открывай. Аккуратненько. Какой-то тоже типа архив. И смотри, она вот так ездит. Да, я аккуратно попробую. Не, она пищать будет сильно. Да, это прикольно. Тут какие-то обрезки, так понимаю. Вот чего-то. Ничего себе, ложечка такая сиротская. Чтобы вы, ребята, понимали, вот моя рука. Вот эта ложечка. Но это явно, наверное, ложка не для того, чтобы кушать. Вот какие-то фрески такие лежат. С таким вот профилем. Что-то пошумело. Вот тоже нож на фрезу. Вообще такой странный какой-то профиль. Такая вот небольшая кран-балка. Для того, чтобы что-то транспортировать по цеху. Выписано 500 килограмм. Короче, ребята, мы знаем, что здесь есть очень большой бомбарь. Но вход в него мы не нашли. И сейчас я стою в листовой шахте. Но видите, есть такая вот лестница. Я сейчас стою на лифте. Чтобы вы понимали наверху лифта. И я сейчас попробую по этой лестнице спуститься вниз и посмотреть. По идее, как нам кажется, это должно привезти нас в бомбарь. Бомбарь очень большой, рассчитан на 2000 человек. Если попадем, будет круто. Я помню. Понимаю, это типа амортизаторы какие-то. Они удаляются. Ну или заприкасаются с вот этой штукой. В общем, вот такая лестница. И дверь. Давайте попробуем ее открыть. В общем, ребята, дверь не получилось открыть. Но мы подумали, что вряд ли это был бы бомбарь. Ведь под нами есть еще подвал, через который мы сюда попали. Скорее всего, эта дверь вела где-то в подвал. И, возможно, с той стороны она либо заварена, либо чем-то подперта. Потому что здесь очень много всяких таких шумовых ловушек для любопытых сталкеров типа нас. Поэтому я не стал давить сильно на ту дверь. Хотя она шаталась. Но попали в подвал. Но мы там и так уже были. Нужно искать другой вход в бомбарь. Ну что, ребята, переход на еще одно крыло. В надежде найти что-то интересное и найти все же бомбарь. Я уже, честно говоря, ребята, потерялся на каком этаже, на каком крыле мы находимся. Понятия не имею, как мы будем выходить. Но стараемся обойти все максимально. Я уже не показываю все подряд. Потому что самый реально интересный это был цех номер 9. Где мы с вами дольше всего провели времени. Сейчас сошли какие-то офисы тут. Достаточно так симпатично на свои годы, наверное, выглядел этот офис. Монитор такой Samsung. Системники стоят еще. Вот еще монитор. Дырокол. Какие-то документы. И гора документов и калькуляторов. Кстати, тут еще батарейки работают. Ну, как-то криво работают. Я что-то потрогал, но уже не работает. Но это я не ломал. А вот, ребята, вид вот этих волх. С другого ракурса. И мой УАЗик. А вон там, смотрите, дверь открытая. Видите, вот так я увеличу немножко. Вот там находится КПК, походу. У них они там сидят. Вон, смотрите, сидит. С кем-то по телефону болтает. Охранник или охранница? Вроде охранница. В общем, ребята, мы решили выходить немножко по-другому. И сейчас находимся в таком, типа, директорском кабинете. Потому что, наверное, самый крутой кабинет, где мы были. Здесь, наверное, какие-то переговоры проходили. Потому что вот такой большой, ну, не круглый квадратный стол. И смотрите, что мы видим с окна. Это та крыша, на которую мы залезли в самом начале видео. Мы решили попробовать открыть это окно. Но у нас не получилось. Потому что здесь есть вот такой хвость. Но мы нашли вот такой вот медицинский инструмент. И сейчас с помощью него попытаемся вытянуть этот хвость. Открыть окно и выбраться на улицу. А, вот еще боль забитый. Вот тоже, блин. Жулики. Очень хитро, кстати, тут система безопасности и охраны настроена. Ну все, ребята, в принципе, окно открыто. Можно вылазить на свободу. Вот с Артемом это, наверное, самая крутая вылазка. В Чернобыле было круче или тут? Тут. Точно? В Чернобыле приключение побег тогда. Полиции очень понравился. Кстати, там где-то подсказка выплывет. Если не смотрели, посмотрите. Год назад мы с Артемом были в Чернобыле. И прятались ночью в лесу от полиции. Ну что, ребята, немножко решили прогуляться по территории в поисках бомбаря. Пока что не успешно. Вот такие машины стоят заброшенные. Рафик. Ху, ребята, наконец-то я могу говорить в полную голосину. Короче, не помню сколько было, но сейчас 12.06. И обычно в такое время я только закидываюсь на объект. Но мы там провели, наверное, часа 4 или 5. В общем, прошлись немножко по территории. Бомбарь, к сожалению, не нашли. Но я считаю, мы очень круто провели время. Это одна из самых крутых моих вылазок за последнее, наверное, долгое время. Я не знаю, где там за последний год. Может, даже два я был круче. Хотя, может, вот с Артемом на кладбище техники в Чернобыле. Там эмоционально было прикольно, когда за нами полиция гнулась ночью. Мы в лесу без ничего ночевали. Короче, такой видосик. Жаль, что YouTube, скорее всего, отключит мне монетизацию. Но я, ребят, надеюсь, что вам ролик понравился, зашел. Вы натыкаете мне много-много-много лайков, напишите много комментариев. И тогда вот YouTube, короче, продвинет этот видос. И я просто буду счастлив. Ну что, ребят, с вами был Сергей Трейсер. Всем до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok